Всем привет! Меня зовут Кустава Анастасия, я художник-каврелист, и я рада стать художником-обозревателем новогодней коробочки Дудуан Скетчбокс. Это одна из серий коробочек Дудуан Скетчбокс, содержание которой обойдется вам дешевле, чем в обычном розничном магазине. А также внутри есть новогоднее вдохновение. И сейчас вместе с вами я буду ее распаковывать, мне не терпится посмотреть, что же там внутри. Слушайте, он уже пахнет настроением новогодним, очень приятный запах. Вот такая красота. Что же здесь визиточка. Сладости. Сладости всегда приятные. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Запах стал еще сильнее. Я сразу вижу, это черный чай с добавками рождественский. Очень вкусно пахнет. Я буду пить чай и рисовать. Настроение. Настроение начинает становиться новогодним. Малярный скотч. Это всегда очень-очень важная и полезная вещь. Так, салфеточки. Здесь я прикладываю ступик тюбик и конфетки. Так, это мы тогда на сладко оставим. О! Кабриана. Склейка. 300 грамм. 25% хлопка. Мне очень интересно его пробовать. Правда. Как вот она себя ведет. Потому что миксы это всегда очень интересно. Ого! Ничего себе здесь еще бумага. Еще бумага. Арш. А, там, Арш. Да. Сатин. 300 грамм. 100% хлопок. Мулин. Мулин мой любимый. 300 грамм. 100% хлопок. Мулин финн. Ну, тут просто запас бумаги на десятки работ. Очень классно. Спасибо. Так. Наклеечки новогодние. Кисточки. Кванок. Микс троечка. Так. Белочки миксы. Четверочка и пятерочка рублев наши кисточки. Очень интересно его пробовать. Так. Ну и на сладкое. На сладкие конфетки. Тюбики. Ого! Ван Гог и Рембрандт. Желтый. Я еще подробнее вам покажу тогда все тюбики. Уже когда мы будем приступать к творческому заданию. Цвета немного могут у всех различаться. Вот такая красота. И теперь я с этими материалами придумаю для вас чудесное творческое задание. И мы с вами напишем акварель. Я желаю вам огромных успехов и вдохновения. И чудесного настроения. Итак, друзья, давайте же посмотрим, какие у нас материалы находятся в нашей чудесной коробочке. Посмотрим поближе. Салфеточки. Скотч. Бумага Кубриана. 25% хлопка. Годные стикеры. Три кисточки. Вот колонок Микс Рублев. Микс Белка Рублев Пятерка. И Микс Белка Рублев Четверка. Также. Арш Гринь Сатин. 100% хлопок. И мулин. 100% хлопок. Смотрите, у нас бумаги очень много. Мне кажется, хватит на столько, на такое большое количество работ. Для сегодняшнего творческого задания я выберу среднее зерно. Мулин Дуроль. Потому что сатин бумага наиболее подходит для спокойных техник. Лиссировок подходит для ботанической иллюстрации. Также здесь у нас финн Фабриана. Но она чуть меньшего формата, поэтому мне хочется на большом. Она также подходит. Финн вообще, это среднее зерно. Она наиболее универсальна. Так как мне хочется показать вам различные эффекты интересные, то вот я выбрала для задания вот эту бумагу. Вы можете пробовать делать задания на различной бумаге. Это очень хороший опыт. Вы увидите различия. Вы увидите, насколько... Как по-разному себя ведет бумага при работе с влажной, с водой, да, по-сухому. И это большой опыт, потому что нужно, конечно, пробовать. У нас вот в этой коробочке просто огромное количество для именно проб и изучения. И краски, да. Значит, Рембрандт, Кадми, Кадми, Кадми-Еллу, Лэм, Кадми-Лимонный. Какой-то очень интересный. Хинокридон-Роза. Даже вообще никогда такого не пробовала. Ультрамарин прекрасный. Эзо-Еллу-Дип. Вермиллион. И Жженая Умбра. У вас краски могут немножко отличаться. Но в целом у нас такой сюжет очень интересный, где мы будем замешивать, много делать замесов. Поэтому в любом случае нужный цвет или похожий, да, можно будет замешать. Но Ультрамарин мне подсказал творческое задание. Все-таки это будет зимний сюжет. И при ясном солнце будет очень интересно. Ну что ж, приступим к творчеству. Так, помню, линия горизонта где-то здесь. У нас, значит, все, что выше, чуть-чуть наклоняется в эту сторону. Легче всего обозначить сразу все тени, самые основные, чтобы про них не забыть. Это не так просто, конечно, набрать тон сразу, но это очень хорошая практика. Тон должен быть очень легкий. Потому что если вы перетемните в этот момент, то у вас не получится воздушного снега, у вас получится все в тени. В целом такие рефлексы, они есть всегда и везде. Просто снег, он как белый лист. Цвет тени складывается из цвета самого предмета и рефлексов. В данном случае бы это у нас здесь и березовый, и висит. Нужно делать чистоколом. Кое-где вы ставили полосочек. Вот и все. Наш реалистичный, красивый зимний пейзаж готов. Выкладывайте свои работы на конкурс Дускер. И выигрывайте коробочку следующего месяца в подарок. Если у вас будут вопросы, вы все можете написать мне и команде Дуделан Скетч. Сейчас я подпишу работу. Обязательно подписывайте свои работы. Желаю вам огромных творческих успехов, удачи, вдохновения. Пробовать, не бояться, стремиться и развиваться. До новых встреч! Продолжение следует...